Проблемы с жильем были у этих людей и без пожара. Дом, где они обитали, стоял в аварийном состоянии. Признавать его таковым не хотели и даже наметили в план капремонта на 2023 год. Однако до реконструкции он так и не дожил. Сгорел из-за ветхой электропроводки. А там всего-навсего шиток стоял и оголенные провода, где приезжали сварщики, и постоянно накидывали туда зацепят и сварку проводили. Сухой старый дом горел так, что людей еле успевали спасать из огня. Прыгали из окон. Переломы, вывихи. Затем стало по-настоящему страшно. Они поняли, что у них нет никаких документов, что им совершенно нечего надеть. А со временем погорельцы утвердились в мысли, что власти до них по сути нет никакого дела. Заниматься своим жильем крон мы начали с 2015 года. То есть добиваться, чтобы нам что-то нормальное дали. Обращались мы в разные инстанции. Во-первых, мы обратились первым делом со своим депутатом в Сиежске. Но помощи, как таковой, конкретно нам не дали ничего. Обращались в Единую Россию. Там тоже нас просто выслушали. И только вот задолжен бюджет. Вот там. То есть конкретно тоже ничего не пообещали. Один из депутатов все-таки помог погорельцам. Во всех прочих инстанциях, где-то вежливо, а где-то и не очень, людей выставили за дверь. Временному жилью на Стасово-15 они сначала обрадовались. Когда пришли заселяться, радости поубавилось. Вот эта комната, когда мы сюда заехали, это примерно, я так понимаю, на 24 квадратных метра здесь вот было. Была труба канализационная здесь. И холодное, горячее водоснабжение было. Больше не было ничего, в том числе и туалета. Сейчас на этаже стараниями жильцов есть четыре унитаза, разделенные фанерными стенками. Каждые две семьи отвечают за свою секцию. Есть запертая кладовка, где люди мечтали сделать душевую. Но этого им не разрешили. Проживаем мы здесь с 2014 года. То есть здесь мы моем посуду, моем голову, стираем. Периодически при дверях сушим вещи, потому что сушить негде, стирать негде, готовить негде. Туалет сделали нам, ну, четыре кабинки. В душе на первом этаже бомжатник. Зимой туда приходят бомжи, включают горячую воду, чтобы согреться, и сидят. Двери не закрываются, грязь. Но если бы только грязь. Здесь живут люди, дом которых сгорел по вине управляющей компании, потому что забыли отремонтировать по предписанию электропроводку. Им предложено мыться в этом душе. Готовить им не предложено вообще. На месте кухни теперь жилая комната. Люди живут так уже три года, и никакого просвета, никакой надежды им никто не обещает. Ни прокуратура, ни власти всех уровней. Никто даже обещаний никаких не дает. Ответы самые разные пачками у жильцов. Беседы и отношения тех, кто должен был помочь им позаботиться в памяти. Здесь не верят никому. Здесь не верят в справедливость, в честность, в человечность. Не верят власти, людям, программам. Здесь уверены, что никто никому не нужен. Как не нужен никому престарелый ветеран труда, живущий тут же. Кухни нет, газу нет. Душевая кабина на первом этаже. Там грязь, трубы сгнившие. Мыться там вообще невозможно. Холодно. Вот мне 79 лет. Я трудовую деятельность начал с 14 лет. 16 лет я поднимал целину в Казахстане. Я почетный ветеран труда с медалью. Ликвидатор Чернобыль. Вот под старый след я в таких условиях живу. По словам Камиля Нургалиевича, правителям наплевать на стариков и детей. Ему трудно спускаться и подниматься на четвертый этаж. Ему трудно видеть, как мамы таскают горячую воду в тазике посреди комнаты, моют детей. Он знает, что так было во времена его детства. Но неужели ничего не изменилось? Неужели для этих семей 21 век не наступил? Недавно жителей вновь вызвали в районную прокуратуру. Решение вынесут через пару недель. Павел Половов, Александр Кудряшов, репортер 73. Продолжение следует...